всем привет сегодня посмотрим на дистрибутил который я тоже еще не видел но возможно вы тоже еще не видели потому что он довольно таки новый и по моему он в мае сего года вышел короче так совпало что в комментарии появился комментарий к видео что-то там по моему как устал удалить пакеты в бунту и там было написано давай arch они у бунту бунту неинтересно но archi давать не буду возможно что-то такое я давать и буду когда хотя бы будут будет пару тысяч подписчиков на патреоне либо тысяч там 200 подписчиков на youtube канале чтобы иметь возможность покупать отдельные ноутбуки для но отдельный ноутбук для к примеру разбора операционной системы да там как там учу устанавливать все такое вот потому что у меня тут у бунту и устанавливать archi не буду но так совпало что был комментарий и я днем ранее по моему короче увидел что-то какая-то новая операционная система ну на базе linux на базе archi linux и называется кондресс разработчики итальянцы короче давайте сначала ее уж начну устанавливать а потом будем смотреть что это такое устанавливать я буду virtual box использовать так выбираем linux выбираем archi 64 бита иконы дресса о с памяти давайте 8000 типа типа 8 гигабайт дальше 8 гигабайт жесткого диска то fix it будет я думаю 8 гигабайт хватит дальше аудио аудио мне точно не надо дисплей что-то отчеток мало давайте 64 но вообще-то больше должно быть и на бле 3d включим 2d не хочет какая-то фигня так что то что то надо еще а процессоры ну хотя бы 4 хотя бы 4 ну наверное а указать же даешь скачал и сошник вот он он занимает 2 гиганты так и старт то есть я еще не устанавливал еще не видел то есть это не какой-то там полноценный обзор это это ну я решил так отчетом надо правый контроль а я решил посмотреть и уж и раз уж был такой вопрос то решил уже и за записать то что я буду смотреть так режим то давай не давайте вот так вот язык ну давайте русский выберем чтобы было где он вот он русский а language вот он где тут русские 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 вону то есть это дистрибутив основанный на не f3 клавиатура english основанный на arch linux и насколько понял разработчики итальянцы так старт лайв не лайв не лайв загрузка жестко диска а что это такое но он фри не свободны блин ладно и чё это она устанавливает или нет так правый контроль до правый контроль это выйти из захвата у нее ты где это мы а так сразу идет запуск без установки короче что это такое что это такое непонятно во первых я скачивал здесь есть возможность скачать скачать gnome edition когда я и дишин я вот это скачал кином он и дишин я моё а я дело в том что не видел что здесь есть еще и дишины вот так вот так вот и дюкейшин и дишин xs и дишин фиг его знает короче 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 так что такое походу запустилась без установки лайв ну лайв то понятно скайл от гвозд дисплей есть окей fullscreen так как хост f да винф походу а ну-ка винф нет 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 так я хочу как-то сделать так чтобы перейти ну давайте fullscreen блин хост хом хост это кнопка windows windows ё-моё windows а как мне перейти а вот короче вот полный экран да это лайв хорошо раз нет установки посмотрим лайв чё у нас здесь есть есть home education о посмотрите предустановленный steam уже есть интернет что для интернета есть короче было написано давайте я еще рассмотрите свернусь вкратце посмотрим краткое описание а потом вы если вас заинтересует вы уже поставите себе и все такое фишка в том что где-то читал ну вчера с телефона вечером прочитал что типа написано это операционная система должна быть там простой максимально простой эффективно и все такое вот и это типа смесь трех дистрибутивов типа самая лучшая сюда из трех дистрибутивов типа стеби она что-то взяли еще откуда-то вот что тут написано где-то тут было написано что она очень простая и здесь все хорошо здесь все прекрасно все синхронизируется типа очень легко там работать ну создавать ссылки на какие-то файлы куда-то заливать в облака это все и т.д. и т.п. короче не будем это читать мы просто поклацаем давайте поклацаем донат есть понятное дело так где тут типа кноп а где тут home у ребятки так и вот он давайте еще раз winf winf не хочет а если вот тоже не хочет так давайте еще раз full screen вот switch так что у нас предустановленного есть это когда еда рабочий стол ну типа да есть у нас гаммис steam установлен эдюкейшен либо офис установлен дополнительно чё у нас текстовый редактор твивим зачем вим вроде бы зачем вим непонятно дальше 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 графика гимп юверы какие-то интернет но вот здесь что неплохо что здесь сразу установлен хроме ум google chrome firefox файл зила какая-то фиг его знает как этой эту я не знаю почтовый клиент торрент клиент чё такой а из тоже не знаю офис установлен интересно интересно ну ну так а где тут файловый менеджер вот он файловый менеджер есть что можно сделать до фиг его знает что можно сделать было написано что очень легко короче настраивать ну типа синхронизацию между то есть типа можно настроить так что и если будут приходить уведомления какие-то в этой операционной системе то они могут приходить к вам даже на телефон вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот но я чё инсталл а какой тут менеджер пакетов архив менеджер менеджер не нам не архив менеджер да я только субунду я работал поэтому чё это такое так может быть все таки попробовать установить инсталлейшин ну давайте попробуем давайте все таки попробуем так русский далее nvidia драйвер я принимаю далее давайте вот так вот киев далее раз не 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 надо давайте вот раскладка клавиатуры русская по умолчанию стереть диск ну стереть пусть стирает 8 гиг не жалко система шифрования ну типа шифровать данные на диске делать я это не буду как вас зовут админ меня зовут опачки а как переключить как переключить язык а где язык ребята не это а где настройки settings кейборд был 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 только штуки вот он ребята мне надо мне надо ну english интересно возможно это из-за тут не тут у меня английский стоит а как мне на английском а если 123 не хочет ёлы-палы ребята я как бы ладно давайте выберем да блин назад что-то что-то начинается уже здесь подглючивать как мне закрыть клавиатура как мне назад вот я нажимаю назад ребята ё-моё из live режима установка уже 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 какая-то фигня до прервать да 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 не хочет alt f4 до прервать здесь тоже alt f4 еще раз пробуем так чё там что-то произошло что-то начала висеть ладно сейчас я поставлю на паузу так короче продолжаю я перезапустил и сейчас все-таки установка установка все-таки из режима live происходит так пароль автоматического без запроса пароль а давайте да есть установить так устанавливается какое-то программное обеспечение для управления батареей здесь какая-то хорошая там по производительность вот синхронизация позволяет счета делиться между разными платформами какими-то данными синхронизируется это все и все очень хорошо работает так это сейчас идет очистка диска или нет или уже установка филинг об ну да так дальше типа оставайтесь на связи между вашими устройствами и типа отправляйте ссылки маленькие файлы между вашими устройствами вот так вот а и получаете нотификации на мобильные нотификации такая вот шняга вот такая вот шня так да надо но если здесь включить русский кстати то это будет тупой перевод даже хуже по моему чем гугловский скорее всего разработчики итальянцы кто-то там знает ну русский язык так как знаю я английский и соответственно перевод перевод такой же есть блок блок блогу блогу довольно таки давно возможно это операционная система и не нова но я не раньше не слышал да смотрите вы смотрите 11 мая какой-то релиз был обновление были возможно я ошибался ребята да я ошибался она с 17 года уже было уже 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 вот смотрите 32 битная версия была доступна рабочий стол мэйд по умолчанию хотя судя потому что страниц здесь не так уж и много когда е3 5 была добавлена поддержка короче она развивается но 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 ага официальная версия 11 мая так и получается вот сколько у нас есть рабочих столов когда я гном кинам он мэйд xfc и и крипто сетап крипто сетап понятно так это типа официальная вот недавно появилась короче ну информации маловато маловато но скачать можете не установить ну конечно же пробуйте как я на виртуал бокс так ладно пока она устанавливать я все-таки нажму на паузу ха-ха-ха установка завершилась неудачей почему-то на мой на мой виртуальный диск ладно что я нашел ну тут пишут фичи автоматическое определение вашего железо юзер-френдли инстали установка установка всего необходимого программного обеспечения то есть том числе графические драйвера и все такое все такое дальше что дальше да ничего как бы мало инфы мало инфы почему не установилась это вопрос юзер-френдли возможно возможно из-за того что это virtual box давайте все по умолчанию english next еще раз попробую еще раз попробую что такое вот так вот меню партишин а может места не хватило такое тоже может быть ну делит вот сюда ext окей что хочу такое а а точка mount тут он будет n крип не надо флаги дофиг его знает рутного поставим будет окей надо отформатировать по ходу так 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 и где тут и и play так ладно нажму на паузу сейчас попробую пересоздать возможно больше места не 8 гига больше сейчас сделаем и так и так короче я изменил размер диска с 8 до 16 гиг чуя еще сделал и я еще так давайте загрузимся с хардиска и я а а вот это вот это и и короче все по умолчанию никаких 3d x или рейшинов я не включал ничего не включал и все установилась вот вот собственно говоря по ходу парольный тот я чуть-чуть другой да вот такой пароль у меня так и вот сейчас мы видим эту операционную систему ну на самом деле меня как бы больше ничего не спрашивали вот при установке в начале я выбрал клавиатуру это местоположение в пароле все больше никто ни о чем но и диск у меня там спросили понятное дело и больше никто ничего не спрашивал так программы предустановлены все вроде стоит программинг ухты пить и дизайнер ассистансе мэйк предустановленный стоит sound and video вилсе это хорошо кстати не во всех дистрибутивах вилсе не ставят хотя вопрос почему ухты и пить и какая-то капчур утилита симкин gtk какая-то синхронизация и синхронизации чё это такое фиг я знает вы конечно же не ругайтесь на меня я много чего не знаю соответственно я уже сказал я просто запускаю что такое запускаю чтобы посмотреть ну и вам показать как оно все выглядит а это чё какой-то октопе что такое за октопе я не знаю может кто-то и знает а о о о подождите это походу типа менеджер пакетов а походу да что-то я затупил да действительно следы есть менеджер пакетов давайте виртуал бокс есть виртуал бокс о интересно было бы поэкспериментировать поставить виртуал бокс и на этот виртуал бокс поставить убунту и получилось бы я из убунты запустил на виртуал боксе кондрес ос а в ней из виртуал бокса установил и запустил убунту бред какой-то да бред короче короче и settings менеджер говорит есть какие-то пакеты подождите а где этот ок 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 вот это а да ок топе вот он да да есть вот короче есть менеджер и и здесь по моему удобней несколько удобней просматривать какую-то типа информацию что ли по пакету потому что в синаптике не совсем удобно на мой взгляд но это не проблема посмотреть но не так уж и удобно так давайте install от вот install и смотрите сразу файлы можно но в синаптике тоже можно но тут вроде бы удобней что еще тут что еще тут но установилась буквально да реально там в три клика а дальше дальше я не знаю айс я так понимаю здесь есть какие-то механизмы по синхронизации чего-то с чем-то с устройствами то есть ваших устройств с другими устройствами но как как это настраивать я чё-то честно говоря не знаю но написали что есть так часа быстренько пробегу какой-то веб-контроль интерфейс куча каких-то настроек power management говорили там какая-то куда приложение по работе с батареей крутое не знаю но на виртуал боксе за это сложно проверить оценить чё это такой конверс и settings manager language user time что-то здесь не очень настроек скажу вам сразу а если набрать синг-синг-синг-синг-синг нету а если набрать мобайл тоже нету ребята а что ж тогда такое выписали но даже наш было вылезти какая-то я не знаю такая о play on linux предустановленным неплохо мне непонятно почему бим установлено все таки как бы для чайников так сказать для юзеров вим он совсем уж не понятен это можно было бы тогда поставить этот и макс тоже такой ну сложно называть вим и и макс ну с вимом я не работал а вот с тимаксом работал его как бы так сложновато даже сказать что этот текстовый редактор это непонятно что там все есть все можно сделать так extensions но extensions это по типу как я так понимаю в убунте да апдейт типа всякие виджеты фигиджеты watermark ну и уж что-то здесь не особо а это популярные они это не особо много давать один установим и где ты где ты офигенно они будут наверно менеджерить можно до нажмем настройки настройки не нажимаются place ну и фикс не вот так вот установили и и я не вижу где он где этот так так что тут еще можно изменить обои можно изменить обои когда-то один там товарищ говорю что убунту очень скучная боя здесь обои не скучно о бокс каким разрешением но замах конечно да ладно давайте вот этот поставили вот этот вот все обои не скучно и это это по-моему самое главное давайте я еще чуть-чуть попробую поклацать поклацать что у нас тут еще есть администрирование наверное не надо о на тифаер какой-то центр на тифаер download что тут можно за download диск лет и какие-то я швы от ну тут побольше диск лет и ну давайте попробуем давайте вот это вот это наверно виджеты weather погоду погоду давайте где тут погода что те не нравится потенциальные чё там чё там потенциальные да иди да хорошо так какие-то нотификации так синхронизировать базу данных короче я класс это половина не знаю что это все такое это еще один какой-то менеджер пакетов ну выглядит он не очень не очень все используется кд и я так понял так а где этот нотификатор центр нету а если запускал короче надеюсь какую-то что полезное вы извлечете из этого даже не то чтобы полезно а увидите что есть еще одна какая-то операционная система основанная на дистрибутиве arch linux вот терминал тут есть кстати терминал как же без терминала терминал есть ну я не думаю что он отличается midnight commander установлен нет походу нет а давайте установим night commander они установлен вот так вот ну да смотрите они нет 8 место занято 6 гигабайт прикиньте это я установил я как бы особо здесь ничего не устанавливал и уже 6 300 мегабайт а что еще было написано было написано что эта операционная система использует там несколько сотен мегабайт памяти а некоторые типа могут использовать даже гигабайты пик его знает так оно или не так сложно судить по быстродействию на виртуальной машине system info вот сложно судить ну думаю все чё чё еще тут вот выглядит выглядит как обычная нормальная как обычный нормальный linux дистрибутив короче на сегодня тогда все всем спасибо за внимание если чок если кто-то вдруг что-то знает по этому дистрибутиву то конечно же напишите в комментариях потому что пользователям я думаю будет полезно да если вы что-то там напишите что вы уже попробовали к примеру там да тут можно синхронизировать что-то с устройствами и написать к примеру когда там кратенько вот то это будет очень полезно но на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока